Дорогие друзья, мы приветствуем вас в эксклюзивном выпуске программы «Окна» российского информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказа». С вами я, ее ведущий Фархад Ибрагимов. В нашей программе, как и всегда, мы говорим о главных и наиболее актуальных событиях в России и мире. И сегодня у нас на прямой связи с нами из Нью-Йорка первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский. Митрий Алексеевич, доброе утро, приветствуем вас. Доброе утро. Большое вам спасибо, что вы согласились принять участие в нашей сегодняшней программе и уделили для нас время. Для нас это очень ценно, это очень важно и мы вас благодарим за это. Начнем вот как. Позвольте, начнем с саммита демократии. Вот мы вычитали, где-то вы дали интервью одному из наших, одним из наших коллег в российском одному изданию. Вы сказали о том, что вообще сам по себе саммит демократии может подорвать работу Организации Объединенных Наций. И вы знаете, очень многие эксперты начали на вас ссылаться и в частности ваш покорный слуга где-то заявил как-то о том, что вообще сам по себе саммит демократии, вот его формат, он может серьезно расшатать систему международных отношений. Вообще, в принципе, вы согласны с такой формулировкой, что действительно ли вот этот саммит демократии, который проходит сейчас, он может повлиять на систему международных отношений в целом? И вообще, в принципе, почему сейчас господин Байден решил этот саммит демократии привести? Что он даст меру и мировой политике в целом? Спасибо, Фархад. Но я скажу так, тут идет подмена понятий достаточно сильная, потому что, когда мы слышим и употребляем слово «демократия», то, в общем-то, мы в основном закладываем в него позитивную коннотацию, да? И этим, в общем-то, пользуются те люди, которые под знамена демократий собирают сейчас различные государства. Это сложно представить себе, что за таким благим, казалось бы, начинанием, вот такого благого начинания может быть, так сказать, двойное дно, да? И в этом главная, так сказать, особенность того, что сейчас происходит. Насколько это серьезно? Тут, может быть, много версий. Во-первых, конечно, мы не должны забывать, что идея проведения саммита демократии, и она была высказана господином Байденом еще на этапе его борьбы за президентское кресло, то есть это его предвыборное обещание. Соответственно, вполне возможно, я обещал, я выполнил, провел саммит демократии. Не факт, что из него что-то последует, да, это нужно будет смотреть. Это один сценарий, который, в общем-то, наверное, наименее вредоносный для международных отношений. Но есть и другой сценарий, если за этим саммитом действительно будет какой-то процесс, какое-то продолжение, регулярные механизмы, структуры, которые, конечно, с трудом, если сказать мягко, вписываются в ту картину мира, которую мы имеем сейчас, ооноцентричную картину мира. Поскольку, что такое саммит демократии? Это значит, что есть некий отбор, который осуществляют Соединенные Штаты в консультации с союзниками или без консультации с союзниками, которые, естественно, являются такими же демократиями, как Соединенные Штаты, и которых приглашают или не приглашают, так сказать, в элитарный клуб. Наверное, от членства в этом клубе есть какие-то явные или скрытые бонусы для тех, кто там находится. Ну, во-первых, называть самих себя демократией, во-вторых, так сказать, показывать всем, что мы за одним столом с самими Соединенными Штатами, а, возможно, какие-то там торгово-экономические бонусы последуют и еще какие-то. Ну, в общем, знак качества, так назовем, для многих стран, которые пытаются позиционировать себя в международном сообществе. И, так скажем, стран, которые, на мой взгляд, не очень уверены в себе, которым требуется какая-то поддержка, какой-то, так сказать, какой-то знак качества, какое-то свидетельство того, что это нормальная страна, это демократическая страна. Это тоже такой важный психологический элемент. Поэтому у многих стран, конечно, есть большие ожидания. Многим, наверное, не очень удобно отказать просто, когда зовут в такое, так сказать, общество. И это тоже играет свою роль. Я, к сожалению, могу сказать, что вот мои подозрения по поводу того, что это будет сказываться негативным образом на ООН-центричную систему международных отношений, они подтверждаются. Вот вчера наш официальный представитель Мария Захарова на брифинге процитировала господина Салливана, который сказал, я позволю себе эту цитату тоже привести, о том, что система международных отношений трансформируется, их нынешняя структура во главе с ООН, сложившаяся после Второй мировой войны, и постепенно уходит в прошлое. Это что называется прямым текстом, прямее некуда. То есть речь идет о противопоставлении системы ООН с тем, что сейчас пытаются, так сказать, создать Соединенные Штаты. Это очень опасная тенденция. Если это действительно проявится, то, конечно, уживаться эти две школы мысли не могут. Это очевидно. ООН – это равенство, ООН – это система, которая выстрадана, которая получена кровью, которая основывается на неудачном опыте Лиги наций, который был учтен при ее формировании. И она худо-бедно работает, могла бы работать лучше, но в любом случае она удерживает нас от крупных войн, от крупных конфликтов, позволяет решать вопросы. И ее признают все государства. Сейчас вот Соединенные Штаты, если читать господина Салливана строго, то они пытаются подорвать эту систему, сказать, что она недостаточно эффективна. А недостаточно эффективна, и она может быть только с одной точки зрения. Она мешает Соединенным Штатам и их союзникам претворять в жизнь все, что они хотят без сопротивления и без критики каких-либо других государств. А чтобы эти государства не мешали, их проще всего назвать недемократичными. И таким образом представить их в качестве таких изгоев международного сообщества, которые недостойны того, чтобы с ними даже разговаривать, и которые только являются объектом сдерживания борьбы и недобросовестной конкуренции. Вот картина мира, которую пытаются нам нарисовать сейчас американцы. Вопрос в том, получится ли у них что-то или нет, поскольку вот эта инициатива, она создала очень такую ситуацию, непонятную для многих политиков в разных странах, независимо от того, как Соединенные Штаты и их союзники пытаются это дело представить. Но прежде всего самый объективный вопрос – это критерии. Кого пригласили, кого не пригласили. Я сейчас отрешаюсь от более, так сказать, глубоких вопросов с обставления с международным правом и так далее. Мне кажется, здесь очевидно совершенно, что с международным правом это никак не стыкуется. Это стыкуется с, так сказать, системой, основанной их на правилах. Rules-based international order, то, что вот американцы продвигают, но не с международным правом. Так вот, кого пригласили, кого не пригласили. Много вопросов не только у нас. Я вот сегодня посмотрел публикацию в газете Financial Times вчерашней, которая посвятила целый разворот на этот счет. И там даже британские журналисты, которых сложно заподозрить, так сказать, в несимпатиях к Соединенным Штатам, спрашивают, ну почему вот, например, пригласили Польшу, а не пригласили Венгрию, да? Почему пригласили Бразилию, а не пригласили Турцию? Вот где эти критерии? Почему там пригласили всего горстку африканских стран, а не пригласили других? Чем они по большому счету отличаются? Ответ один. Исключительно лояльностью к Соединенным Штатам или, так сказать, условной лояльностью. Это очень сомнительный критерий. Кроме того, вопрос, например, возникает у меня. Я прочитал список этих приглашенных стран и обнаружил там в списке государств Тайвань. Я очень хорошо отношусь к жителям этого острова. Я там проработал два года, но у меня не было никаких задач продвигать политические отношения с Тайванем, исключительно экономические, культурные и любые другие. То есть мы Тайвань не признаем в качестве государства. Мы с ним имеем вот только такие связи, как и большинство других стран мира, подавляющее большинство. Сейчас дипломатических союзников Тайваня, после того, как Никарагуа вчера решила признавать Китай, Китайскую Народную Республику, осталось, если я не ошибаюсь, 14 или 15 государств из 22, когда я там работал. Но главное, что Соединенные Штаты, пригласив на этот саммит Тайвань и, так сказать, перечислив его среди государств, участников, они создают тоже огромную проблему для тех же государств, которые подтвердили свое приглашение. Значит, они, получается, тоже признают Тайвань, раз они участвуют. Вроде бы такого нет. А если они не признают Тайвань, то почему их тогда не спросили вообще? Может, это образование самопровозглашенное или даже не самопровозглашенное, потому что независимость Тайвань не провозглашала. Но, тем не менее, скажем так, частично признанное. Может оно фигурировать среди приглашенных государств? Почему американцы вот таким образом поступают? У меня большой вопрос в этой связи. Ну и вот последнее, чтобы закончить свою мысль, я хотел сказать, вот, по тому же те же журналисты Financial Times провели опрос, вернее, ссылаются на опрос Pure Research Center весны 2021 года, где во многих государствах европейских, ну, так скажем, демократических, которые приглашены на этот саммит, которые получили знак качества демократии, с ним задается вопрос, как вы считаете качество американской демократии? Может ли Соединенные Штаты, могут ли Соединенные Штаты рассматриваться в качестве модели демократии? И ответы, конечно, совершенно разочаровывающие для Соединенных Штатов. То есть подавляющее большинство, ну, никак не менее 60% респондентов во всех этих странах, а это Италия, Греция, Испания, тот же самый Тайвань, кстати, здесь перечислен, Соединенные Королевства, Нидерланды, Франция, Япония, Канада, Германия, более 60% ответили на этот вопрос таким образом, что либо это Соединенные Штаты были каким-то хорошим примером с точки зрения демократии, либо никогда им даже не были. То есть менее 20% респондентов сейчас считают, что Соединенные Штаты являются хорошим демократическим примером, которому должны следовать другие государства. Естественно, это куча вопросов вызывает по поводу того, что это за саммит, кого они называют демократически, и что этот саммит может дать с точки зрения вообще демократии и так далее. Ответов на это все нет. Я думаю, что мы это все узнаем только после того, как будут какие-то комментарии. Сегодня официальный день. Насколько я знаю, сегодня самые основные выступления. До этого был какой-то разогрев. Поэтому оценивать будем, конечно, по тому, какие будут последствия у этого саммита. Я надеюсь, что это все-таки будет разовое мероприятие, вписанное в предвыборное обещание президента Байдена. Но, возможно, я слишком оптимистично смотрю на вещи. Дмитрий Алексеевич, обрисовывается такая простая логика по поводу этого саммита демократии. Если лояльен американцам, то ты демократичен. И, в общем, неважно, какие происходят процессы в тех или иных странах мира. Вы совершенно справедливо отметили по поводу сравнения. Например, почему, допустим, пригласили Польшу, не пригласили Венгрию. Кстати говоря, к Польше тоже очень много вопросов возникает. Тем более внутри Европейского Союза. Там тоже, мягко говоря, демократия не попахивает, судя по тому, что вызовляют их власти. То же самое можно сказать и в аналогии с Турцией и Бразилией. Если пригласили в Бразилию, то почему Турции нет? А здесь тоже очень простая логика. Потому что Турция в последнее время проводит абсолютно независимую внешнюю политику. Она сотрудничает с Россией. Это, конечно же, американцев не устраивает. Хотя при этом и союзник по НАТО и так далее и тому подобное. Например, Сингапур и Таиланд не пригласили. Вот я не понимаю. Например, да. Где логика? Я даже применить ее не могу. Чем Сингапур-то не угодил, честно говоря? Вроде бы всем критериям вписывается. Ни с кем особо сильно не дружит тем, кто не нравится. Но вот никаких критерий. Может, не успели, я не знаю. Забыли, наверное, Дмитрий Алексеевич. На самом деле, понимаете, еще есть Украина, где просто закрываются независимые телеканалы. Это страна, победившая демократии, мы все знаем каждый день. Как-то было сказано, что Украина – это страна трагической судьбы. Ее так и называли. На этот счет было бы смешно, если бы не было так грустно. Но, конечно, все мы понимаем, что это такая насмешка, приглашение на таких стран, как Украина или Грузия, на вот эти саммиты. Ну, они их только обесценивают. Ну, вопрос там, где прошли революции. Грузия, Украина, Армения. Пригласили их на эти мероприятия, они посогласились. Бог с ними. Россия никому не указывает, кому приезжать, кому не приезжать. Но вопрос в другом заключается. Вопрос в том, что выглядит это так, будто бы нам бросают вызов. Нам и нашим китайским партнерам. Что вот американцы, проведя такой саммит демократии, вносят такую поляризацию систем международных отношений. Вот есть наш мир, так называемый демократичный. Есть 110 стран, которые там принимают участие. А есть другой мир, которым никакого отношения к демократии не имеет. Но вот на фоне всех этих процессов, которые мы наблюдаем и на саммит демократии, и так далее, возникают вопросы и по стране, которые мы сейчас упомянули с вами. Страна, которая является очень близкой, родной, родственной, братской и так далее. Это Украина. И вот те процессы, которые там происходят, нас, конечно, тоже не могут, что называется, оставлять равнодушными. Мы общались на этот счет и с нашими коллегами из Украины, в частности с Михаилом Погребинским, разговаривали на этот счет о том, что в принципе происходит, и чем все это может завершиться. И вот у нас, Дмитрий Алексеевич, вот какой вопрос возник. Вот почему сейчас Вашингтон вновь начал раздувать всю эту истерию вокруг Украины? Я понимаю, что Байден, он очень трепетно относится сам по себе к Украине, и все эти Украина-гейт, и все вот эти разговоры, скандалы, связанные с его семьей, тоже были неспроста, еще год назад это было известно. Но опять-таки настолько актуализировалась эта вся тема, настолько она стала актуальной, и настолько ее агрессивно стали подавать СМИ, что вот складывается впечатление, будто вот-вот что-то может произойти на украинском поле. И прошел телефонный видеоразговор между нашим президентом и президентом Байденом. Как бы вроде бы обсудили, сверили часы, что называется, и так далее, и тому подобное. Но все равно витает вот в воздухе такая напряженность относительно Украины. Неужели Вашингтон, эти красные линии, о которых говорил и наш министр иностранных дел, и Москва официально неоднократно об этом взывала американскую сторону, неужели все-таки Вашингтон будет намерен перейти эту красную черту, перейти эти красные линии и пойти на более жесткую конфронтацию с нашей страной? Вы знаете, я бы не преувеличивал, наверное, честно говоря, серьезность того, что происходит сейчас. Просто по той простой причине, что Соединенные Штаты известны своей практикой. Сначала раздувание, создание проблемы на ровном месте, потом уже, так сказать, когда невозможно не замечать на то, что все американские и потом западные с их подачей газеты, так сказать, повторяют одно и то же, и потом начинают бросаться эту проблему решать, и себе же, так сказать, приписывают какие-то определенные лавры за решение этой проблемы. То есть это такое психологическое упражнение, с которым мы, в принципе, уже сталкивались в других ситуациях. Ничего нового здесь нет. Это не имеет никакого отношения к тому, что происходит или не происходит на Земле. Понимаете, как кто-то сказал некоторое время назад из американских политиков достаточно цинично, что не так важно, что происходит или не происходит. Важно, показывают или не показывают это по СНН. Это было очень хорошо видно, например, когда американцы проводили операцию в Ираке в 2003 году. Если вы помните, там даже операции проводили, так сказать, в прайм-тайм СНН. То есть специально подстраивались под то, чтобы зрители видели в прямом эфире, как там они бомбят, дерутся и так далее, как ракеты летят. А в остальное время была пауза, потому что это не коммерческое время. Это чисто медиаподход, который в Соединенных Штатах очень сильно развит. СМИ здесь продемократические. Это почувствовал на себе президент Трамп в полной мере, когда пытался, так сказать, противостоять этому глубинному государству в период своего подпрезидентства. Они на него ополчились. Сейчас другой президент, сейчас президент Байден. И как бы СМИ его любят в основном, не позволяют себе критиковать за редким исключением. И в целом вот эти вот компании, этот психоз, он здесь не снижается. Мы вот видим здесь, работая в Соединенных Штатах, периодически опять возникают какие-то рецидивы там так называемого русского досье, сговора, так сказать, предполагаемого президента Трампа там с какими-то российскими политтехнологами. Несмотря на то, что это все сто раз уже было развенчано, уже нет ни одного какого-то, так сказать, факта, который мог бы хоть посвенно на это указывать, но тем не менее в СМИ это живет, в СМИ это периодически вбрасывает, и периодически какой-нибудь сильно возбужденный политик или конгрессмен опять призывает к санкциям и так далее. Поэтому опять-таки, зачем это было нужно? Ну, это, наверное, было нужно для того, чтобы подчеркнуть, в том числе и перед саммитом демократии тех же, в том числе и перед переговорами с президентом Путиным, подчеркнуть вот значимость Соединенных Штатов как некого такого гаранта международной стабильности, как друга всех свободолюбивых народов и так далее, и так далее, чтобы заработать очки. Но дело в том, что мы неоднократно подчеркивали, и президент наш тоже об этом говорил с президентом Байденом, что мы как бы и не против, если Соединенные Штаты внесут свою лепту в регулирование внутриукраинского конфликта, ради бога. Мы недовольны тем, как это делают наши коллеги из Франции и Германии в нормандском формате, потому что там давно уже ничего не происходит, и более того, последние заявления наших коллег, и переписка, которую опубликовал российский МИД, она как раз свидетельствует о том, что эти наши посредники, так называемые, они давно уже встали на сторону украинцев. К сожалению, сложно будет с ними в этом качестве дальше работать, но не значит, что мы перечеркиваем надежды, связанные с нормандским форматом. Но если Соединенные Штаты могут привнести какой-то вклад в том, чтобы Украина наконец выполнила Минские соглашения, чтобы на Донбассе установился мир, и чтобы Украина просто-напросто подтвердила и приняла к действию то, что она многократно обещала, это будет замечательно. Но вопрос в том, что Соединенные Штаты как-то тоже не торопятся здесь прилагать усилия в нужном направлении. Они скорее отмечают, так же, как и наши коллеги французские и германские, о том, что вот Россия якобы, значит, сторона конфликта, что Россия не выпала в Минские договоренности, точно так же, как и Париж и Берлин, не могут ответить, в чем же мы не выполнили эти договоренности, показав, так сказать, на бумаге, где там обязательства России. То есть здесь ничего нового нет. Но если Соединенные Штаты готовы как-то включиться, готовы воздействовать на наших, так сказать, украинских соседей, своих украинских подопечных, ну, ради бога, это, в конце концов, во многом их проекты, проекты европейцев, ну, что ж, надо приструнить, наверное, то, что они пытались создать, и, в конце концов, мир должен восстановиться в этой части нашего соседства. Мы совершенно не против их активизации. Но, естественно, дьявол в нюансах, что называется, надо посмотреть, как, чего они хотят делать. Есть ли цель именно в этом, так сказать, прийти к участию в украинском урегулировании, во внутриукраинском урегулировании с более сильных позиций, ну, пожалуйста, мы ничего против не имеем. Нет, ну, что самое интересное, то, что наши, как вы подчеркнули, французские, германские коллеги нас только обвиняют, что мы якобы сторона конфликта, и что мы не исполняем минские договоренности, при этом к украинским своим коллегам обращаться не хотят, потому что на самом-то деле Украина ни одного своего, значит, что называется, ни одной обязанности не выполнила по минским соглашениям. Фактически ничего не сделано. Как стреляли на Донбасс, так и стреляют. И что самое интересное, то, что и американцев это не интересует, но что могут делать эффективнее всего наши партнеры, так обвинять нашу страну, потому что во всем виновата Россия. Ну вот, и при этом приходится все-таки иметь дело с такими коллегами, приходится все-таки с ними как-то сотрудничать, как-то, я не знаю, как-то взаимодействовать. Ну, Дмитрий Алексеевич, вот понимаете, вот вся эта история напоминает нам, вот, ну, лично мне-то нам напомнить ничего не может, но читая там книжечки по истории, теории международных отношений и так далее, напоминает, наверное, такую некую холодную войну. Вот ситуация 60-х годов, и уже даже некоторые средства массовой информации выходят заголовками, а вот сейчас мы живем холодная война, они так пишут 2.0. То есть получается, что, в принципе, ничего-то за 50-60 лет не изменилось, в принципе, все как было, так оно и есть. Нас, как видели, в виде Советского Союза, так нас продолжают видеть, и не хотят с нами даже нормально улаживать какие-то острые углы, не хотят сглаживать их, не хотят с нами сотрудничать. То есть, получается, на ваш взгляд, нет никакой перспективы от того, что хотя бы в среднесрочной перспективе, хоть в отдаленной, хоть в перспективе, мы все-таки сможем нормально, ну, я не говорю доверительно, но хотя бы хоть нормально с ними о чем-то в конечном итоге договориться. Ну, это упирается тоже в те же проблемы, которые привели к инициативе созыва саммита демократии в конечном счете, поскольку здесь вопрос либо то, что мир делится по принципу свой-чужой, либо мы можем сотрудничать. Вот я неоднократно, когда выступал перед различными аудиториями, группами студентов, я отмечал вот примерно то, о чем вы говорите, что у Холодной войны была очевидная идеологическая подоплека, соревнования двух систем. Были идеологии. И когда сейчас объясняют, говорят, это вот противостояние коммунизма, капитализма, социализма, чего угодно. Сейчас идеологической подоплеки в последние годы особой не было. Ну, по большому счету, если брать государственный строй, экономические отношения, как они обустроены в России, в Соединенных Штатах, в других странах, ну, нет большой разницы на самом деле. Нет, и тем более нет никакой идеологической подоплеки. И это как раз, видимо, наших американских коллег где-то не устраивало, потому что нужно было вот создать такой водораздел. И вот теперь появляется, что есть, оказывается, демократии, а есть, оказывается, не демократии. Критерии очень сложно здесь, как мы с вами убедились на списке приглашенных, так сказать, какие-то выдвинуть. Но, тем не менее, мы и они, вот эта вот психология, которая лежала в основе холодной войны, она, оказывается, что она не умерла, и она востребована в нынешних условиях. Я не уверен, что в Соединенных Штатах, честно говоря, что-то получится. Вот разница именно в этом. Потому что сейчас уже такого, как бы, аппетита среди международного сообщества, среди стран-членов ООН к холодной войне, ну, честно говоря, 2-0 нет, я его не ощущаю. Есть, скорее, опасения, что мы опять вступаем в какую-то конфронтацию. Плюс, естественно, появляется еще вот этот фактор Китая, которого не было в таком объеме в те годы. И вот Китай, как его, куда отнести, как бы, вместе с Россией, отдельно от России, еще одна какая-то, какой-то элемент многополярной системы или самый главный стратегический противник Соединенных Штатов. Очень сложно на этот вопрос ответить, и в самих Штатах нет. Вот однозначные точки зрения. Но я вам скажу одну вещь, которая, может быть, для вас покажется немножко такой неортодоксальной, это из моих наблюдений. Вот дело в том, что в Соединенные Штаты это такая страна стала диктатурой демократии. Потому что есть какие-то вещи, которые, что называется, любой строитель демократии должен знать на зубок и их придерживаться. И я вот не представляю, если, допустим, есть некий американский профессор или просто политический деятель, и он, например, вот скажет, знаете, мне вот, не очень нравятся люди нетрадиционной ориентации, ну, например. Или я вот считаю, что слишком много внимания уделяется здесь правам темнокожего населения. Давайте вот еще о правах, так сказать, белых подумаем. Вот сколько времени продлится еще политическая карьера этого человека? Я думаю, что речь пойдет о часах, даже не днях, понимаете? То есть есть вещи, которые являются абсолютным табу для этого общества на всех его этапах. И в чем-то это напоминает такую вот коммунистическую, социалистическую цензуру, когда нельзя было говорить какие-то вещи, да, за которые сразу можно было, так сказать, оказаться на обочине общества в Советском Союзе, я имею в виду, в то время. Сейчас я наблюдаю такие же вещи в Соединенных Штатах и таких запретных тем. Я привел только самые основные, но есть гораздо более серьезные. И таких запретных тем достаточно много, понимаете? Они нарастают, нарастают, нарастают. И американцы многие это видят. То есть они видят, что даже в своей стране, в которой декларируется свобода слова, там, свобода СМИ, всякие поправки конституции, что они не могут говорить о многих вещах, потому что просто-напросто какие-то санкции за этим последуют. Вот я это лично для себя сформулировал, как такая демократическая диктатура. Вот тоже тоталитарная, в чем-то демократическая диктатура. Это парадоксально, потому что эти слова, они из разных совершенно, так сказать, уголков сознания происходят. Но когда они связываются воедино, вот это вот американское общество, это абсолютно господство какого-то клана в СМИ, это совершенно монополия на информацию, это абсолютно предвзятая и во многом сфабрикованная информационная подача, это абсолютно неуважение к фактам, к какому-то чужому мнению, это абсолютный тренд к тому, чтобы насадить какую-то картину и, так сказать, в зависимости от восприятия или невосприятия этой картины, делить людей на своих и чужих, на, так сказать, хороших, добронадежных и недобронадежных, это все здесь наблюдается. Поэтому, если мы возвращаемся к холодной войне, то вот оно и получается, что формируется некое такое тоталитарное демократическое общество, которое пытается свою вот эту вот очень сомнительную, скажем, мягкую идеологию экстраполировать на весь окружающий мир. Вот чем это как бы сильно отличается от того, что Советский Союз пытался сделать в то время? Я не пытаюсь представить Советским Союзом, Советский Союз там плохим государством, тут разные мнения могут быть. Я сам 20 лет прожил в СССР, у меня прекрасные ощущения. Но тем не менее, все мы понимаем вот этот идеологический, так сказать, идеологический недостаток Советского Союза, который был тогда. Но вот сейчас Соединенные Штаты в чем-то повторяют эту ошибку, но только с другого подхода, с демократического, так называемого. Вот это вот то, что может опять-таки лечь в основу вот этой, как вы сказали, холодной войны 2-0, но уже совершенно другой начинкой, и другими, так сказать, игроками, и другими целями и задачами. На мой взгляд, на мой взгляд, вы привели очень точную такую, дословно такую фразу по поводу диктатуры, вот, демократии. Или даже называют ее некоторые политологи, диктатура псевдолиберальной мысли. Потому что вроде бы, как бы, да, значит, пропагандируют нам свободу слова, говорят нам о том, что мы должны быть свободными в своих мнениях, а как только нам стоит. Элементарно даже, Дмитрий Алексеевич, даже если мы не говорим о, сейчас даже о политических каких-то дебатах, а хотя бы на уровне общественных, когда, например, один человек, не будем называть его имени, говорит о том, что вот он либерал, и он позволяет, чтобы была свобода слова, он говорит свое, высказывает свое мнение, и ему возражают, и на это сыпется просто волна истерии и чуть ли не обвинения там в самом-самом, таких чуть ли не ужасных преступлениях. Но о каком либерализме, о какой демократии может идти речь? Наверное, только США, к сожалению нашему, мы все желаем только хорошего, повторяют пример Советского Союза, но только в самых худших, наверное, его традициях, потому что в Советском Союзе было и плохое, но было и хорошее. Когда, извините, вы это точно знаете, когда в Америке и автобусы были для разных рас, в то время уже в Советском Союзе, в Москве создавали университет дружбы народов. Ну, наверное, вот она в чем разница, и где на самом деле Российский цивилизационный находится, и где Америка. Ну, это, конечно, тоже очень много вопросов, но это уже отдельная тема для дискуссии. Дмитрий Алексеевич, я хотел только один, чтобы Архат даст добавить. Вот вы назвали такой уровень либеральный, политический, но я хочу сказать, что здесь это идет с самых низов, понимаете, это идет, например, с тех же самых школ. Это больше гораздо беспокоит. Можно там что угодно, политический дискурс может быть какой угодно. Люди могут быть политики сформированы и так далее. Но когда уже детям в школе насаждают определенные, так сказать, правила, что можно делать, что нельзя, и что является страшнейшим табу, я вот сказал, там нетрадиционная ориентация, там цвет кожи и так далее. И родители, которые пытаются хотя бы даже вопрос задать на этот счет, сразу подвергают, ну, практически травле. Я знаю такие примеры среди своих знакомых, которые здесь живут. То есть они боятся даже поднять этот вопрос. И когда спрашиваешь, например, своих американских коллег, говоришь, ну, подождите, ну, разве это свобода? Вот как вы считаете? Есть же, наверное, другое мнение, кто-то может считать по-другому. Ну, тот же президент Трамп, например. Ну, у него, да, было другое мнение. Ну, что же вы его так вот подвергли такому астракизму? Он сказал, мне на это вот мой знакомый американский сказал так, который убежден во всех этих вот вещах, там, демократии и так далее. Он сказал, ну, понимаете, мы же все знаем, что это правильно. Я говорю, знаете, вот мы тоже в Советском Союзе знали, что коммунизм – это хорошо и правильно. И когда вот нам задавали в школе вопрос, ну, как же вот вы так приезжали к нам гости из-за рубежа, и некоторые смело спрашивали, ну, почему вы так уверены, что социализм – это хорошо. Мы говорили, ну, как, ну, это же по-другому быть просто не может, потому что это хорошо. И незачем нам ничего другого, потому что только это хорошо. Но вот здесь же та же самая ситуация, ничего другого не надо, потому что только так может быть устроено. Это же первый путь реально к тоталитаризму, вот, на самом деле. Идет это с самых-самых низов. Это гораздо более серьезно, чем какие-то политики, которые собирают саммит демократии и так далее. Вот этот саммит демократии и появившаяся диктатура демократии по всему миру, и ситуация на Украине, все это, конечно, нас не может не оставлять равнодушными, но вот, соответственно, конечно же, будем следить за разными событиями. Дмитрий Алексеевич, у нас, к сожалению, не осталось времени, но у нас еще есть очень много для вас вопросов, поэтому, если у вас, конечно, будет время и желание, обязательно мы с вами еще, все называется, поговорим на оставшиеся темы. Дмитрий Алексеевич, благодарим вас, спасибо вам огромное, что вы уделили на нас время, я напоминаю нашим слушателям и зрителям. У нас сегодня был в гостях первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский. Подписывайтесь, телеграм-канал Вестник Кавказа, Вестник Кавказа на Ютюбе. Всего доброго.